Проверили даже стаканы! В лагере имени Гагарина прошла приемка к перволетней смене. Их и тут неплохо кормят. Местные волонтеры поселили в беседке АО ДКБ известных мультперсонажей. Шахматы на воде. На Зее прошли соревнования по парусному спорту. Компания перевозчиков. Икар задержал вылет из аэропорта Шереметьево из-за отсутствия воздушного судна под рейс. Самолет, который должен был отправиться из столицы вчера вечером, вылетел только сегодня утром. Из-за этого свои планы пришлось поменять 273 пассажирам. Рейс Домодедово-Благовещенск-Домодедово компании Вимавиа и вовсе отменили. Причина – производственная необходимость. На него амурчане купили 185 билетов. Их Вимавиа готова отправить на своих самолетах, но в другие дни. Либо переоформить пассажиров на рейсы других авиакомпаний. Открылась продажа билетов в беспересадочный купейный вагон по маршруту Благовещенск-Владивосток-Благовещенск. Сообщение возобновится в июне. Первый прицепной вагон из Приморья в столицу Амурской области отправится 13 июня в составе поезда номер 99 «Владивосток-Москва». В Благовещенск прибудет 14 июня в 8 часов утра по местному времени. Однако по пути пассажирам придется задержаться в Хабаровске. Стоянка состава продлится 6 часов. Из Благовещенск-Владивосток поезд пойдет 15 июня. В столицу Приморья вагон будет отправляться по нечетным числам обратно почетным. Будьте внимательны, время московское. Минимальная цена билета в одну сторону составит 3497 рублей. Экзамен на безопасность и комфортабельность сегодня сдал за городный лагерь имени Гагарина. Туда нагрянул десяток проверяющих, пожарные, специалисты городской администрации и члены Народного фронта. Они оценили готовность заведения к первой смене, которая стартует 4 июня. Почему особое внимание уделили тарелкам и чему порадовались бывшие сотрудники лагеря, расскажет Кристина Коширина. Тарелочная симфония в лагере имени Гагарина звучит с утра, исполняют эксперты Народного фронта. Среди сотен плошек и стаканов голыми руками разыскивают сколы. Нельзя допустить, чтобы дети питались из потенциально опасной посуды. Если будет разбит стакан, ребенок может порезать губы, может порезать пальчик. И поэтому и обжечься, если налить, допустим, горячий напиток стакан, то обязательно стакан лопнет и ребенок получит травму. Открыть крышку и нажать кнопку. У пожарных свои понятия безопасности. Тревожные кнопки в норме, огнетушители 2 на 200 квадратных метров имеются. А главное, эвакуационные выходы закрыты по правилам. На засов, а не замок с ключом. Итого, твердая пятерка руководству лагеря. Они хорошо подготовились и все вовремя выполнили, потому что лагерь стоял всю зиму, не эксплуатировался. Пожарная сигнализация в этот момент отключена всю зиму. Здание корпуса холодные, провода, естественно, все находятся под воздействием отрицательных температур. И поэтому сложно приводить. Не смогли спокойно пройти проверяющие и мимо новенькой мебели. Анна Игнатьева, член Народного фронта, в особом восхищении. Когда-то в этом лагере вела профильные смены. И знает, в таких комфортных условиях дети еще не жили. Расселяли детей, видели, какая здесь кровать, матрасы. И было очень-очень неудобно. А вот сейчас зашли и просто поразились. Новенькая мебель, красивые кровати, новенькие матрасы. И очень много поменялось, вплоть до того, что сделаны туалеты. Три белоснежных керамических унитаза установили в корпусе. Скоро здесь и перегородки поставят. У рабочих в ОКЦ есть еще пять дней на доработку нюансов. А их не так много. Скосить траву, сварить лестницу для бассейна. Правда, плескаться там в первый день смены ребята не смогут. Все из-за холодной погоды. Руководство планирует подать воду в чашу к 10 июня. Кристина Коширина, Денис Лугов, программа «Город». 1 июня в День защиты детей в Преамуре будет работать горячая линия по правам ребенка. На вопросы ответят юристы и психологи. Специалисты Центра развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» смогут проконсультировать амурчан в области жилищного законодательства, правового регулирования платы за содержание детей в детсадах, невыплаты алиментов и прочего. Вопросы в сфере психологии тоже не останутся без ответа. Звонить можно с 9 утра до 6 вечера по номеру 33-23-26 или обратиться лично по адресу улица Зейская, дом 34. Организовать и скрасить досуг маленьких пациентов онкогематологического отделения Амурской областной детской клинической больницы решили волонтеры и подарили вторую жизнь местной детской площадке. Начали с того, что раскрасили ее во все цвета радуги. Но планы у них гораздо масштабнее. О них знает наш корреспондент. Прощай, наверное! Только смерть избавит меня от сердечных мук! Гуд бай, май лав, гуд бай! От своего хозяина Кеша скрывается в Благовещенске на стене беседки у областной детской клинической больницы. Автор рисунка, 14-летняя Дарья Гаевая, выпускница школы искусств, творит уже 6 лет. Правда, только карандашом и акварелью. Работать кистью на вертикальной поверхности не приходилось ни разу. Зато герои мультиков все знакомые и такие родные. Потому что все были детьми, боже мой! Как бы я сама ребенок. Это запоминающиеся мультики. И все знают, даже когда ребенок сюда забегал маленький, он сразу всех вспомнил, кто откуда, какие герои из каких мультфильмов. Кроме Кеши здесь обосновались добродушный Винни-Пух, влюбленная русалочка, морские обитатели, олененок Бэмби и пухляш Кот. Волонтеры не скрывают. В беседку вложили душу. Красят ее субботы. А планов все больше и больше. К первому июня мы планируем поставить здесь новые тренажеры, новые качели, горку. То есть тут вообще будет абсолютно все по-другому. Будет произведен демонтаж старых песочницы, манежа, горок, стенок вот этих деревянных. Останутся только красочный забор, скамейки, футбольные ворота и баскетбольное кольцо. Облагораживали территорию в течение трех дней. Семь, десятка волонтеров. Ну, дома, может, два, три, пять человек, может быть, придут и все. Ну, чаще всего. Потому что, во-первых, понедельник, день тяжелый чаще всего. А во-вторых, рабочий день. Наверное, все-таки у нас в Благовещенске небезразлична жизнь детей, которые находятся здесь, которые дети находятся не один день, не один месяц. Некоторые дети живут годами. На монтаж современной конструкции понадобится пара дней. Возможно, уже на этой неделе юные пациенты смогут опробовать новые качели в действии. Юлия Анохина, Дмитрий Тарасов, программа «Город». 47 учеников Благовещенской школы номер 14 вернулись из обучающего тура в провинции Хэйлунзян. Все ребята получили дипломы об окончании недельного курса китайского языка за рубежом. Они пригодятся им при поступлении на языковые специальности. Главная цель поездки – изучить китайский язык и приобщиться к культуре. Меньше чем за неделю дети освоили каллиграфию, искусство вырезания из бумаги, азы, ушу. Наши школьники отметили отличия в преподавании языка в Благовещенске и Хэйхэ. Там у каждого своя парта. Учитель, когда занимается, ходит всегда почти по классу, смотрит, как кто пишет. А у нас, ну, как бы, только вот, ну, становится около доски и показывает все на доске. А он ходит, каждому подходит, объясняет лично каждому. Занятия по китайскому языку проходили в двух форматах. Сначала педагог занимался только с Благовещенскими школьниками. Затем были совместные уроки с ребятами из Хэйхэ. Во время вторых дети учились преодолевать психологический барьер в общении с иностранцами. На уроках общения они учились друг с другом общаться. Там уже вместе с китайскими детьми, то есть они по определенной модели, общались, знакомились, рассказывали про себя, про семью. Один урок. Другой урок. Они рисовали карту мечты вместе, сидели за столом. А ты о чем мечтаешь? А я мечтаю вот об этом. Раз нарисовали. А как вот это будет? А как это написать по-русски? А как по-китайски? И к другим темам. Сегодня в кафедральный собор города пришли сотни людей проститься с Владимиром Деревянком, заслуженным строителем Амурской области. Воспоминаниями о почетном жителе Благовещенской о настоящем человеке поделились его знакомые и друзья. Рано ушел. Еще бы много мог сделать. Но я сожалею, конечно, что такие люди. Это пример для подражания, для того, чтобы с них действительно вместе с ними и учиться, и двигаться. На таких людях Россия держится. Владимир Михайлович, это действительно, он не только труженик, созидатель, строитель, который оставил много памяти о себе, именно своими творениями. Но кроме того, он оставил добрую память в сердцах и в душе. Это был веселый человек, жизнерадостный. Он умел пошутить. Человек, он был деловой, без амбиции. Всегда с ним было просто работать. То есть он никогда не капризничал. Не было у него такого, что отказываться. Надо, значит, надо. Я его помню как доброго, отзывчивого человека. Он никогда не повышал ни на кого голос. То есть если он всегда говорил, как дела? Вас никто не обижает. И становилось так светло и радостно на душе. И поэтому я всегда искала встречи с ним. Денис Майданов споет для Благовещенцев в День города. Такой подарок областной столице сделал губернатор Преамурья. Празднование 161-го дня рождения Благовещенска начнется 2 июня. В этот день состоятся традиционные торжества с возложением цветов к памятникам основателям города. Казаков-первопоселенцев, святителей Накинтия и Николая Муравьева-Амурского. Основная программа мероприятий пройдет 3 июня в субботу. Начнется праздник в полдень. На улице Ленина от Шамановского до Калинина стартует традиционная велогонка на призы газеты «Дважды-два». А с 5 до 8 вечера на главной улице города от Пионерской до Островского развернутся масштабные гуляния по Большой. Благовещенцы и гости областной столицы увидят зарисовки жизни города конца 19-го, начала 20-го веков, послушают казачьи песни, закупятся на блошином рынке и в эко-маркете. На улице Островского пройдет выставка интересных автомобилей. В 8 вечера на площади Ленина начнется праздничный концерт с участием заслуженного артиста России Дениса Майданова. Завершится программа 10-минутным красочным фейерверком. По пути святителей Иннокентия плывут амурские аквайсы. Накануне они вернулись со второго этапа эстафеты из Якутска. Повторить путешествие святителей Иннокентия до Америки решили 10 пловцов. В начале мая они уже плавали в Иркутске. 21 мая провели заплывы на реке Лена. 3 июня окунутся в Амур в Благовещенске. В августе в местах служения святителей Иннокентия на Аляске, острове Уналашка и городе Ситка российские моржи планируют устроить показательные заплывы и установить памятную плиту. По плану эстафета завершится 4-х километровым заплывом между американским островом Малый Диамит и российским Ратманово. Пять десятков яхтсменов два дня обороздили гладь реки Зея. В Амурском затоне прошли городские соревнования по парусному спорту. Участвовали в них и взрослые дети. Последних было большинство. Правда, не всем удалось похвастать своим мастерством. Кому-то выйти на воду не разрешили. Подробности прямо сейчас. Не повезло с погодкой. Вместо попутного ветра спортсменов встретил штормовой. Так что две яхты класса «Луч» с высокой мачтой остались скучать на берегу. Ребятня на причале. Девятилетний Влад свое расстройство не скрывает. Признался, очень любит соревноваться. Умудрился стать лучшим в гимнастике, скалолазании и борьбе. С яхтингом пока трудно. У меня не получилось поворот. У меня слишком сильный для меня это ветер был. Но меня не впустили. Не, ну еще в следующий раз, когда будет ветер не такой сильный, я опять сюда приду и уже буду выигрывать. Возможность выигрывать сегодня была у других участников, тех, что постарше от 13 лет. Они ходили на оптимистах. Паруса у этих яхт небольшие, около двух с половиной метров в высоту. Поэтому им не страшен даже сильный ветер. Впрочем, и тут многое зависит от спортсмена. Александр Перепелицын до сих пор помнит, как кельнулся на соревнованиях. Я сгонялся со своим другом на повороте. Я не удержал яхту, зацепился жилетом. И у меня яхта перевернулась полностью. Ушла мачта полностью. Мне пришлось ставить яхту обратно, чтобы она была в том состоянии, в котором была, и отчерпывать воду. Из-за этого я потерял много времени и не смог догнать. Благо в этот раз обошлось без ЧП. От старта до финиша участникам предстояло обогнуть несколько буйков. Для победы мало быть самым быстрым. Нужно соблюдать спортивное поведение. То есть честно идти к победе. Судьи отметили, этого придерживаются все дети. Их, кстати, в яхте на индустрии уже больше 30. И это несмотря на дороговизну спорта. Да, это очень дорого. Но дети у нас занимаются бесплатно и за какую-то символическую помощь. Но этот вид спорта считается самым дорогим видом спорта после Формулы-1. Стоимость детской лодки, которую вы можете наблюдать, самые маленькие классы оптимист, стоит порядка 250 тысяч рублей. На этих же оптимистах ребята будут ходить и на международных соревнованиях. Они пройдут во Владивостоке в июне и июле. Кристина Каширина, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». В Первомайском парке поселились краснокнижные звери. Скульптура амурского тигра, снежного барана, лесного кота и совы вдоль тропинок разместили участники конкурса «Листая красную книгу». В течение двух дней в парк завезли и установили семь скульптур. Правда, не все из них пока готовы на 100%. Что-то там пока везли, нарушили конструкцию, подправить, подкрасить. Какие-то еще элементы будут добавлены в композиции. Единственное, что мы постараемся пока огородить, потому что фундаменты и постаменты будут еще сырые. 1 июня горожанам официально презентуют все скульптуры. В этот же день в парке будет работать жюри, а горожане уже оценили рукотворных животных. Конечно, здорово, что такое придумали. Здесь много ребятишек прогуливается. И как бы замечательно. Тигр понравился и кот понравился очень. Итоги конкурса станут известны 3 июня. Победители объявят на главной городской площади в рамках празднования дня рождения Благовещенска. День защиты детей в Благовещенске начали отмечать заранее. Сегодня большой праздник для детей-сирот со всей Мурской области устроили волонтеры Министерства соцзащиты. 211 воспитанников детских домов и приютов посетили аквацентр, конный клуб, покатались на пароходе и аттракционах в городском парке. День защиты детей в Благовещенске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова